Неожиданный визит в главный офис многофункционального центра совершил накануне первый вице-губернатор Ненецкого округа Юрий Мурадов. Его внимание привлекло качество предоставляемых учреждений услуг, поэтому Наринмарский сервис представитель власти решил проверить лично. Каждого клиента здесь встречает сотрудник и помогает выбрать необходимую для человека услугу. Вице-губернатор не исключение. Юрий Мурадов пришел получить выписку своего лицевого пенсионного счета. Ждать очереди не пришлось. Практически все специалисты были свободны и заместителя губернатора сразу пригласили к окну. На оформление заявления потребовалось минут 10. Ещё 10 дней необходимо на подготовку документа. Нужно будет прийти с паспортом сюда, взять талончик на выдачу и получить. Хорошо. Как долго у вас будет храниться документ? В течение месяца. К системе обслуживания вопросов нет. После Юрий Мурадов попросил сотрудников центра открыть официальный сайт их учреждения. Гражданство. Получение заграничного паспорта. Я хотел оформить паспорт заграничный. Порядок получения правоостанавливающие документы. Достаточно интересного содержания. Списка документов на получение загранпаспорта на сайте не оказалось, как и частичной информации по другим услугам многофункционального центра. Вот что по этому поводу ответил директор учреждения Эдуард Бухарин. Часть информации отсутствует. Связано это в связи с тем, что происходят изменения в регламенты, изменения в соглашении о взаимодействии. Поэтому мы неактуальную информацию удаляем и заносим новую. Как раз сейчас это и происходит. Это недопустимо, считает вице-губернатор. Даже если информация на сайте требует обновления, замена данных должна производиться в кратчайшие сроки. Я вынужден тогда обратить внимание на то, что в 21 веке граждане должны через интернет получить доступ к информации о предоставляемых услугах. Они должны понимать, что им нести, какие документы, какие требования. Имеют они право получить эту услугу или не имеют. Это прописные истины, я их абсолютно точно понимаю. На исправление технических неполадок МФЦ дан ровно месяц. После этого срока сайт учреждения должен стать максимально информативен и полезен для жителей Неймского округа.